2 и 3 декабря в республике проходит региональный этап 31-х международных рождественских образовательных чтений. Важность и масштабность события отметил председатель Государственного собрания Мордовия Владимир Чебиркин. Традиционно в стены Государственного собрания уже не от десятых лет проводятся рождественские чтения. Они сегодня с каждым годом пообретают все более и более значимость в зависимости от того времени, в котором мы живем. И сегодня вопрос о сохранении русского мира стоит не только перед государством, но вместе в соборности с духовенством. Формирование духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения – задача всего общества. Спикеры озвучили, что под влиянием интернета и других источников у современной молодежи не всегда складывается правильное мнение о семейных ценностях. В будущем это может привести к глобальным и зачастую непоправимым последствиям. Нынешние рождественские чтения призваны рассмотреть глобальные вызовы современности и наши ответы на эти вызовы. Одним из таких важных вызовов сегодняшнего дня является будущее нашей страны, нашей молодежи. Для привлечения внимания молодежи еще к одной важной теме – патриотизму – был проведен конкурс. Святой благоверный князь Александр Невский. Слава, дух и имя России. Лауреатов и победителей наградили памятными подарками. Я победил в конкурсе Александр Невский в номинации «Фотография». Я выбрал эту номинацию, потому что великий адмирал Федор Ишаков после отставки переехал в Мордовию. И я тоже из Крыма вместе со своей семьей поселился в Мордовии, поэтому я выбрал именно ее. Я взял, сфотографировал собор Федора Ишакова вечером. К конкурсу ребята подошли очень ответственно и представили десятки уникальных и интересных работ. Несмотря на юный возраст, каждый из них понимает, что сохранение и восстановление исторической правды – это глобальная задача, которую мы можем выполнить только сообща. Анастасия Целигина, Станислав Семин. Народные новости. Продолжение следует...